ПАСПОРТА ПРОЕКТОВ Аня Тарова, здравствуйте! С главными событиями к этому часу в студии Иван Никонов. Президиум Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил паспорта нескольких приоритетных направлений развития страны. Окончательно оформлены планы в части безопасных и качественных дорог, повышение качества жилищно-коммунальных услуг и формирование комфортной городской среды, а также поддержки малого бизнеса и индивидуальной предпринимательской инициативы. Президиум Совета по стратегическому планированию. Витком в экономическом развитии Нейнского округа станет дорога на Ринмар-Усинск. Строительство трассы ведется на условиях софинансирования из федерального бюджета. Федерация не просто так же выделяет нам финансирование, она прекрасно понимает, что округ должен быть полноценным округом, а не находиться в какой-то автономии, по-другому не назовем. Если в прошлом году федерация выделяла 50 на 50, то в этом году уже финансирование 90 на 10, как показатель. Надеемся, в следующий год мы выйдем с такими же показателями. А когда появится эта дорога, жизнь однозначно изменится в округе. И изменится, начиная от каких-то бытовых вопросов и заканчивая какими-то масштабными проектами. В текущем году округ привлек 479 миллионов рублей из средств федерального бюджета на строительство 4-го участка автодороги. При этом в окружном бюджете на 2016 год для строительства трассы предусмотрено более 44,5 миллионов рублей. К строительству 4-го участка на Ринмар-Дор-Лимстрой приступил в конце декабря прошлого года. Речь идет о 15-километровом участке трассы со стороны Республики Коми с мостом через реку Харьяка длиною 99 метров, который должен быть введен не позднее конца октября 2017 года. Стоимость контракта составила 1,5 миллиарда рублей. Ключевой целью еще одного приоритетного проекта по обеспечению качества жилищно-коммунальных услуг выбрали снижение на 30% аварийности на объектах тепла и водоснабжения, водоотведения. На это приоритетное направление определили срок вплоть до февраля 2021 года. Долгое время состояние ЖКХ люди называют проблемой номер один. В последнее время ситуация несколько меняется, но эти изменения требуются, чтобы их закрепили. В рамках этих проектов мы создаем новые инструменты привлечения частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство, донастраиваем систему регулирования отрасли таким образом, чтобы повысить ее инвестиционную привлекательность. Благоустроенные парки, велодорожки, освещенные улицы, пешеходные зоны – все это должно быть в любом городе. Только в этом случае людям будет нравиться жить в конкретном месте и работать. Именно такой подход заложен в приоритетный проект формирования комфортной городской среды. Муниципалитеты обяжут принять пятилетние комплексные программы по благоустройству в своих территориях. У Наринмара на сегодняшний день появился план развития территории «Правда» до 2030 года. Временные рамки у нас определяет генеральный план. То есть у нас есть объекты, которые идут на первоочередные, есть объекты, которые на расчетный срок. Расчетный срок у генерального плана примерно 20 лет. 25 лет сейчас. Мы в эти рамки все и будем пытаемся уложиться. Все зависит, конечно, есть объекты регионального значения, которые строятся за бюджетные средства. Округа есть местного значения, которые за местные бюджеты строятся. Но в основном это все касается частных застройщиков, которые строятся за свой счет. В проекте кроме строительства социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры предусмотрены непрерывная система озеленения проектируемой территории от озеленения улиц и территории общего пользования дабы устройства буферных зон, зеленых насаждений вдоль автодорог. Как отметил Дмитрий Медведев, все программы по благоустройству должны учитывать позицию жителей. Без их участия проект просто не состоится. Согласно паспорту приоритетного проекта «Малый бизнес» и поддержкой индивидуальной предпринимательской инициативы, на его воплощение в жизнь отводится чуть больше двух лет. Все цели должны быть достигнуты к марту 2019 года. Дмитрий Медведев назвал несколько первостепенных шагов, которые нужно принять для развития малого бизнеса. Во-первых, снижать особенно на начальном этапе ведения бизнеса административно-регуляторную нагрузку. Во-вторых, необходимо расширять доступ малых предприятий к закупкам государственных компаний и инфраструктурных монополий. И необходимо расширять кредитно-гарантийную поддержку и создавать сеть региональных лизинговых компаний, которые будут реализовывать льготные программы лизинга оборудования. В нашем регионе уделяется очень большое внимание со стороны органов государственной власти, непосредственно нашего губернатора, именно вопросам развития малосреднего предпринимательства. И буквально в октябре губернатором Игорем Викторовичем было поддержано и одобрено решение о создании центра развития бизнеса. И принцип одного окна мы реализуем как раз в этом помещении, где у нас сосредоточен бизнес-инкубатор, где у нас сосредоточен фонд поддержки предпринимательства, микрофинансирование, гарантирование и Нинска лизинговая компания. То есть мы в свою очередь уже постарались реализовать те основные направления, которые указаны в проекте стратегического развития федерального уровня. Приоритетные проекты рассчитаны на длительные сроки, до 10 лет, но при их разработке правительство исходит из того, что ощутимые результаты надо получить уже через полтора-два года. До конца этого года планируется утвердить паспорта приоритетных проектов по развитию экспорта, моногородов, реформы контрольно-надзорной деятельности и экологии. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, новые условия оплаты труда и поддержка федерального закона о тишине. Окружные парламентарии на прошедшей сессии рассмотрели и приняли ряд законопроектов. Повестки и заседания значились 14 вопросов. Валентина Чибичек расскажет о парламентских решениях. Татьяна Лагвиненко представила депутатам поправки в закон о налоге на имущество организаций. Департамент финансов и экономики предлагает отменить льготы по налогу на имущество для бюджетных и казённых учреждений. По мнению ведомства, это позволит повысить эффективность использования имущества и пополнить окружной бюджет в 2017 году на 145 миллионов рублей. Бюджетные учреждения будут уплачивать налог за счёт средств, получаемых от платной деятельности, доходы от которой на 1 октября 2016 года составили 154,7 миллиона рублей. По прогнозу за год составят 225 миллионов рублей. Дополнительные финансовые расходы для казённых учреждений на уплату налога на имущество в сумме 48,2 миллиона рублей учтены в проекте бюджета на 2017 год. Работа по пересмотру предоставляемых налоговых льгот с целью сокращения выпадающих доходов окружного бюджета и исключения неэффективных льгот будет продолжена. Это одно из основных направлений бюджетной и налоговой политики Нинско-автономного округа на 2017 год и плановый период 18-19. Законопроект поддержан депутатами и принят во втором чтении. Принят с учётом рекомендаций и закон об оплате труда работников бюджетных организаций. В связи с переходом на новую систему оплаты труда утрачивают силу нормативные акты о надбавках молодым специалистам за наличие почётных званий и стаж. Теперь все надбавки будут включены в стимулирующие выплаты. Признаётся утрачившим силу закон округа 384 ОСД о надбавках за стаж работы работникам бюджетной сферы в связи с установлением единообразного подхода к установлению выплат стимулирующего характера. То есть все конкретные выплаты стимулирующих характер регулирующие стаж работы будут регулироваться нормативными актами исполнительных органов власти и положениями оплаты труда учреждений. Единогласным одобрением окружного парламента некоммерческие организации Нинецкого общества округа получили статус исполнителя общественно полезных услуг. НКО смогут оказывать услуги, которые сегодня предоставляют государственные организации, и получать за это зарплату. Средства на неё будут выделять в виде грантов и субсидий из окружного бюджета. Принятым законом снято ограничение на расходы по оплате труда членам социально ориентированных некоммерческих организаций. Теперь расходы могут превышать 50% суммы гранта. Это хороший закон, это государственные услуги переходят общественным организациям, например, таким как инвалидным организациям. Эти общественные организации инвалидные, они всё равно уже занимались этой волонтёрской работой, а теперь будет плюс, им за это ещё и будут платить деньги. Также на сессии депутаты окружного собрания приняли изменения в окружной закон об общественной палате. В соответствии с представленным проектом, общественная палата Ненецкого автономного округа будет состоять из 21 члена. Правом выдвижения кандидатов будут обладать некоммерческие организации. Список кандидатов членов общественной палаты будет утверждаться губернатором Ненецкого автономного округа. Члены общественной палаты будут утверждаться из списка кандидатов, Следующим образом, по семь человек от губернатора и от собрания депутатов, и оставшиеся треть еще семь человек будут выбираться путем голосования уже утвержденными членами общественной палаты. Срок полномочий общественной палаты составит три года. Все члены палаты и ее председатель будут работать на общественных началах. Функции по обеспечению деятельности будут возложены на аппарат общественной палаты, который будет создан в казенном учреждении по обеспечению деятельности у полномоченных и общественной палаты Ненецкого округа. При этом дополнительных расходов из бюджета региона на создание аппарата общественной палаты не потребуется. Рассмотрели на сессии и проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс об административных нарушениях. Речь идёт о нарушениях тишины и покоя, которые зачастую сходят с рук нарушителям. В округе мы столкнулись с этой проблемой, и я рад, что наши коллеги из других регионов тоже этот вопрос подняли. Если закон будет принят Госдумой, то органы внутренних дел будут обязаны выезжать на эти вызова, составлять протоколы, и они будут иметь право их рассматривать оперативно, чётко, в короткие сроки. Единогласно проголосовали депутаты из-за поправки в части льготного медицинского обеспечения. Так, до двух лет продлевается бесплатное обеспечение медикаментами граждан с острым нарушением мозгового кровообращения. Сегодня льготный срок составляет шесть месяцев. Валентин Очебичек, Дмитрий Лукевич, Антон Водряков, Телеканал «Север». Боевой корабль готовится принять ныринмарцев. Трое новобранцев из Ненецкого округа будут проходить службу на подшефном корабле Ныринмара. Трое молодых людей из Ненецкого округа сегодня отправятся служить на мавом противолодочном корабле Ныринмар. Накануне в администрации города состоялись торжественные проводы новобранцев. С напостольными словами выступили представители администрации округа, города и Заполярного района. С 2002 года администрация Ныринмара поддерживает дружественные отношения с подшефным малым противолодочным кораблем ВМФ с одноименным названием Ныринмар. Флагманский корабль входит в состав Беломорской военно-морской базы Северного флота и базируется в Северодвинске. В 2015-2016 году матросами на корабле служили Ныринмарцы, Артем Канев и Роман Коткин. Скоро еще трое новобранцев из Ненецкого округа станут частью экипажа малого противолодочного корабля. В администрации города состоялись торжественные проводы в армию. Желаем вам отличной службы в рядах российской армии, а тем более на корабле военно-морского флота. Крепкого здоровья, уверенности в себе, побед и достижений в новой неизведанной вами военной науке. Мы надеемся, что вы будете достойны славы предков, отстоявших честь и свободу в боях за Отечество, продолжите лучшие традиции воинов России, оправдайте надежды своих близких и будьте достойны звания защитников Отечества. Служить на малом противолодочном корабле будут Алексей Михеев из Вижаса, Никита Зайцев из Ныринмара и Анатолий Коткин из Неси. В 3-е воскресенье ноября по всему миру проходит Всемирный день памяти жертв ДТП. Это дата официально установленной резолюцией Генассамблеи ООН. По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате дорожно-транспортных происшествий ежегодно погибает более 1 миллиона человек. Особо уязвимой группой являются мотоциклисты, велосипедисты и пешеходы, среди которых много и детей. Самые маленькие жители нашего округа вышли на дорогу с яркими рисунками, чтобы еще раз напомнить водителям, что от них зависит чья-то жизнь. Артем Леонов вместе с остальными воспитанниками детского сада «Умка» вручает окружным водителям авторские рисунки. Их готовили в рамках недели безопасности к выставке «Берегите жизнь». Каждый рисунок – как яркое напоминание об ответственности на дороге. А скажи, зачем им нужны правила дорожного движения? Чтобы не попали люди в аварию или их машина не задавила. Если сможешь задавить, то тогда будет очень большая травма. Я, когда я вижу пешеходный переход, я берусь с мамой за ручку, а потом перехожу просто красиво и точно дорогу. Вот и сегодня мамы тоже рядом со своими малышами. Только уже призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными. Потому что я считаю, что это очень важно, чтобы дети об этом знали. Что это у нас Всемирный день памяти о дорожно-транспортном происшествии. И ребенку это обязательно надо знать. Все эти правила дорожного движения. Мы нарисовали вот такой вот рисунок с ним. Старались вместе. Да, Арсений? Старались. Всего участниками совместной акции окружного отдела ГИБДД и детского сада «Умка» стали около 30 воспитанников и их родители. Около 20 водителей привезли домой детские рисунки. Как показало мероприятие, на такое необычное напоминание о дорожном этикете автолюбители реагировали с улыбкой. Спасибо. А это тебе. Спасибо. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В Новый год с Телеканалом «Север». Необычно и красиво поздравить своих родных и близких, можно став участником проекта «Новогодняя почта». Вы хотите необычно и красиво поздравить своих родных, близких, друзей и знакомых с Новым годом и Рождеством? У вас есть уникальный шанс сделать это в эфире Телеканала «Север», став участником программы «Новогодняя почта». Ваши видеопоздравления увидят во всех уголках страны. Совсем немного времени остается до Нового года. Это значит, что пора подумать об оригинальном поздравлении друзей и близких. Вы еще не придумали, чем их удивить? Телеканал «Север» сделал это за вас. Отправьте оригинальную видеооткрытку. Запишите видеопоздравления в студии телеканала «Север» и ваши теплые слова смогут услышать по всей стране в программе «Новогодняя почта». Так вы сможете поздравить с главными новогодними праздниками тех, кто вам дорог, где бы они ни находились. Красивое оригинальное поздравление вам поможет записать команда профессионалов. В пакет услуг проекта «Новогодняя почта» входит экспресс-макияж от мастерской красоты «Пудра» в подарок. Профессиональная видеосъемка в студии телеканала обойдется вам в 700 рублей. Профессиональная фотосессия – 500 рублей. Выход видеопоздравления в программе «Новогодняя почта» бесплатно. Приобретение видеофайла с записью поздравлений программы – 500 рублей. Льготным категориям граждан, пенсионерам и многодетным семьям, организованным группам от 10 человек, действует скидка в размере 20%. Весь съемочный процесс запланирован на выходные дни с 3 по 25 декабря. Заявки на участие в программе принимаются до 1 декабря. Поспешите, количество мест ограничено. Узнать всю информацию об условиях акции, забронировать удобное время для участия, а также получить консультацию о том, как записать поздравления, подготовиться к съемкам, где и в какой день его смогут увидеть ваши друзья и близкие, вы можете позвонить по номеру телефона 21717. Жители отдаленных населенных пунктов Ненецкого округа тоже могут отправить свое поздравление на телеканал «Север», воспользовавшись сервисом «Телеблог». Все подробности на нашем сайте trksever.ru. Поздравьте друзей и близких с Новым годом и Рождеством красиво! Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Вадим Сосюк, Телеканал «Север». На этом пока все. Увидеть новости вы сможете и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Лакомбой, до свидания!